МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор событий, которые произошли в Рязани и не только. Главные темы сегодняшнего выпуска таковы. Строится Арбат в Рязани. На улице Почтовой продолжаются работы по созданию целого культурного центра под открытым небом. Нашли место. Депутаты Рязанской городской думы определили участок для строительства нового здания больницы скорой помощи. Встать суд идет женщине, обвиненной в двойном убийстве, вынесен приговор. Но теперь обо всем подробнее. Сегодня мы в очередной раз проверили, как идут работы на улице Почтовой в Рязани. Это буквально горячая точка столицы области. Именно здесь, в пешеходной зоне, проходила главная линия конфронтации безлошадного народа и автомобилистов. Машины долгое время побеждали, а теперь вроде бы незаконные стоянки на Почтовой изжиты. Второе. Давнее обещание городских властей, коих у нас поменялось с тех пор немало, понемногу начинает воплощаться в жизнь. Накануне Дня Победы общественные деятели сорганизовались и встретились с начальством Рязанской мэрии. Нужна ясность в некоторых вопросах, которые ведутся в пешеходной зоне, заявили общественники. Ну, давайте ее вносить, насторожил с начальством. Разговор тогда состоялся. Впрочем, слово Глеба Галушкина, который сегодня выезжал на Почтовую. Сейчас на улице Почтовой полным ходом идут подготовительные работы, после которых начнется реконструкция Рязанского Арбата. Пока же рабочие снимают старую тротуарную плитку, выкапывают траншеи для установки фонарей и скамеек. Как вы считаете, вы как житель города, что должно здесь быть в плане благоустройства? Ну, я думаю, что здесь должна быть пешеходная улица. То есть чисто для пешеходов. Кафе, магазины, всякие развлекательные учреждения. А вот с благоустройства плитка должна тротуарная держать, фонари, скамеечка, чтобы народ мог прийти посидеть? Ну, конечно, да, обязательно плитка. Она, во-первых, делает красивее улицу, фонари, скамеечка, чтобы люди могли посидеть. Наконец-то у нас будет своя, ну, как это, в Америке продвей, да? А у нас будет своя пешеходная замечательная улица. По задумке организаторов проекта, улица Почтовая после ремонта должна стать не просто пешеходной зоной, а именно визитной карточкой областного центра. Здесь будут собираться и отдыхать горожане и туристы. Самый лучший, наверное, и самый уже опробованный во всем мире вариант это пешеходная зона, которая превращается в такой интерактив. Планируется здесь разместить художников, музыкантов, здесь будут выступать театралы, здесь будут проводиться разные мастер-классы, ну, например, по гончарному мастерству и так далее, и так далее. Уже с творческими людьми ведутся переговоры, все очень радужно воспринимают это, потому что творческих людей в Рязани очень много, им необходимо дать возможность высказаться. Надо отметить, что концепция реконструкции Почтовой взята еще с проекта советских времен. Новый же проект благоустройства разработан в апреле 2014 года. Выполнение всех работ в этом году, как обещают чиновники городской администрации, будут финансироваться за счет привлеченных внебюджетных средств. Мы приняли решение о том, что все-таки в 2014 году, в весенний-медний период, до дня города, мы постараемся к выпуску привести в порядок за счет внебюджетных источников. И, как вы сами видите, работы на улице уже начались, и первое финансирование уже пошло за счет внебюджетных источников финансирования, то есть привлекаются исключительно частные средства. Также на улице Почтовой должна появиться не только благоустроенная пешеходная зона, но и места, где смогут культурно отдохнуть горожане. Так планируется, что здесь разместятся музей фотографий и музей путешественников, а также центр современного творчества, в котором будут выставочные и концертные залы. К другим темам. Вчера мы давали информацию по делу о двойном убийстве. Поссорившись с соседями по общежитию, некая Галина Воробьева взяла, да и зарезала их. Причем, ударив ножом мужчину и женщину изначально, агрессивная дама потом вернулась и добила несчастных. Казалось бы, обычная для нашего пьющего общества дикая в своей обыденности бытовуха. Но из-за обычной ссоры резать и позже дорезать народ, что-то давно и напрочь, по-гамлетовски говоря, прогнило в нашем королевстве. Суд присяжных, что интересно, уже рассматривал это дело и пришел к решению невиновных, хотя все обстоятельства были прозрачнее хрусталя. Не нам оценивать работу присяжных, но стоит напомнить, еще в 90-х, когда суд присяжных был в новинку, в Рязани проходило первое заседание с их участием. Рассматривалось тоже дело об убийстве, возможно, не самое сложное и вполне ясное. Пришел сосед к знакомой, потребовал денег на пьянку, не получил, ну и ножом ее. И тогда тоже присяжные пришли к мнению невиновен. Почему, мало кто понял. Дело быстро отправили на пересмотр или как там называется процесс, и вердикт поменялся, виноват злодей, да и все тут. Ход и вчерашнее дело было рассмотрено дважды. На этот раз приговор был утвердительным. 12 лет колонии. Суд приговорил. Воробьеву Галину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, честь 2-й статисту 5-й УКР, и назначить ей наказание в виде 12 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии общего режима. У Воробьевой установлено эмоционально неустойчивое расстройство личности, импульсивного типа и пагубное употребление алкоголя. Имеющиеся у нее эмоционально волевые нарушения определили снижение самоконтроля и прогнозы последствий своих действий во время совершения инкриминируемого ей деяния. Суд строг, но справедлив, как строгая и справедливая система российского правоохранения в целом. Ну, это в идеале, конечно, уж больно привлекательно звучит. Однако не будем отвлекаться. Рязанские полицейские доказали, что они их не только сажать могут, но и высаживать продолжает Оксана Тебенихина. Впервые рязанские полицейские вместе с учащимися подшефных учебных учреждений высадили молодые сосны недалеко от поселка Передельце. Пожар 2010 года выкосил лес в том районе практически подчистую, и его восстановление – дело не одного года. В акции приняли участие 15 сотрудников полиции и 15 учеников кадетов школы-интерната номер 2. На территории более чем в полгектара сосны высадили за полчаса. Работали полицейские школьники слаженно, в команде. Совместная работа полицейских с детьми очень полезна для всех участников мероприятия. Ребята гордятся тем, что приложили свои усилия в восстановлении леса в области и обещают навещать высаженные ими деревца, чтобы проверить, прижились ли. Я обязательно постараюсь сюда приехать и посмотреть, что мои сосны выросли или нет. А если не вырастут, то будем сажать еще, делать лес больше. Гордишься ли ты вот этим вот поступком своим? Да, очень горжусь. Душа радостная, эмоции сильные. А рязанские спасатели разработали и провели со школьниками проект под названием «Школа безопасности». Это областные соревнования, которые проходили в лагере «Серебряные пруды» в Рязанском районе. Соревнования будут длиться четыре дня. За это время ребята будут испытывать свои возможности в условиях, близких к экстремальным. В состязании включают в себя элементы поисково-спасательных работ. Также школьникам предстоит преодолеть маршрут выживания в природной среде, полосу препятствий и пройти другие испытания на мужество и умение действовать в команде спасателей. Сегодня прошло заседание Рязанской городской думы. Решался единственный вопрос о месте под строительство нового здания больницы скорой помощи. Рассказывает наш парламентский корреспондент Глеб Калушкин. Собственно говоря, место под строительство больницы скорой медицинской помощи было уже определено. Это территория бывшего трамвайного депо в Горроще. Сейчас это место заброшено. Однако на внеочередном заседании Рязанской городской думы депутаты окончательно решили вопрос о выделении участка земли под строительство. Парламентариям необходимо было утвердить перечень документов, в том числе внести изменения в генеральный план Рязани, чтобы получить федеральные средства. Теперь должна пройти государственная экспертиза проекта строительства больницы скорой медицинской помощи. На сегодняшний день эта территория отводится под больницу скорой медицинской помощи. И вот данное решение, оно поступит в пакет документов в свое время, слава богу. И мы можем уже рассчитывать, что в 2015 году начнется строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани. Сейчас должна пройти экспертиза проекта государственная, независимая. И затем уже, в общем-то, это будут все документы переданы для выделения соответствующих средств, немалых средств на строительство больницы скорой медицинской помощи из федерального бюджета. Теперь, как произносил герой известного фильма, ну, за искусство. Вчера в Рязани смотрели кино. Областной научно-методический центр в рамках проекта «В сторону Тарковского» организовал демонстрацию шедевра мастера фильма «Андрей Рублев». Вещь в свое время, я снял ее Тарковский в 1966 году, вызвала немало споров и нареканий. Причем не только в культурно-партийной среде, но и у вполне свободомыслящих, творческих людей. Кира Муратова, Юрий Мамин, Станислав Куняев и другие авторитеты от искусства обвинили режиссера в жестокости. Действительно, в этом кино и лошади падают с колокольни, и корова заживо горит. И никаких, разумеется, при этом компьютерных эффектов натурализма. Станислав Куняев посвятил тогда сожжению коровы стихотворение «Владимирское шоссе». Вот отрывок. Тишина, воспаленный простор. Здесь, на съемках Андрея Рублева, этим летом решил режиссер, чтобы в кадре сгорела корова, чтобы зритель смотрел трепеща, и животное взглядом безвинным вопрошало тоскливо мыча, для чего обливают бензином. Ну, не в корове, конечно, искусство, но и в ней тоже. Вот ведь оно как. Споры о картине до сих пор не умолкают, но она есть, ее смотрят, ее чувствуют. О вчерашнем кинособытии в Рязани рассказывает Марина Комиссарова. Идея проекта «Движение в сторону Тарковского» не случайно возникла в нашем регионе. В Рязанскую область великий режиссер приезжал в течение 11 лет на свою творческую дачу в поселке Мясной Шиловского района. Дом Андрея Тарковского сохранился и по сей день практически в первозданном виде. В рамках конкурса «Океан Солярис. Острова памяти» творческого конкурса был организован такой кинопоказ фильмов Андрея Тарковского. И вот в Центре народного творчества здесь, в Рязани, мы уже показали фильм «Иваново детство». Мы показали, обсудили его здесь с теми интересными творческими людьми, которые приходили. Сегодня мы показываем фильм «Андрей Рублев» и 30 мая покажем ностальгию. Предваряют международный культурный съезд кинопоказы в Центре народного творчества и первый областной открытый интернет-конкурс «Океан Солярис. Острова памяти», который стартовал 4 апреля, в день рождения Тарковского. Среди победителей Сергей Конников из Ряжска с документальным фильмом на тему Великой Отечественной войны. Наверное, как многие скажут, это глубокая философия. Ее нужно понимать, нужно, наверное, жить фильмами Тарковского, чтобы полностью проникнуться в его творчество, чтобы его понять до конца. Безусловно, это великий режиссер, великий режиссер своего времени, я думаю, всех времен. Но хотелось бы узнать о нем больше. На международные торковские чтения приедут режиссеры, киноведы, сценаристы, операторы, студенты и преподаватели вузов, все, кому интересны творчество и личность классика мирового кинематографа. В рамках форума пройдут мастер-классы от Юрия Норштейна, Андрея Звягинцева, Криштофа Зануси, других известных режиссеров и деятелей кино. На сегодня все о рязанских событиях. Завтра подведем итоги недели в аналитическом обзоре нашей программы. Но и сегодня надолго не расстаемся. В это воскресенье отмечается Всемирный день памяти погибших от СПИДа. А в преддверии даты сегодня в программе подробности руководитель областного центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунного дефицита Игорь Мартынов расскажет о том, как обстоят дела с этим заболеванием в нашем регионе. Так что до встречи в студии подробностей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин